Если взять не только ребенка, а вообще обладательницы сухого типа кожи, когда не хватает своей собственной влаги, воспалительные процессы в коже не имеют возможности прекращаться. То есть это вот такой порочный круг, когда один воспалительный процесс переходит во второй воспалительный процесс, рецепторное поле, ушки нашей кожи, они возбуждены, наша кожа не вырабатывает нужных липидов, нужных жиров. И когда ее начинаешь стимулировать, например, опять же, вот тут спрей скорая помощь, 12 растений, да, содержит, среди которых есть имбирь, мои дорогие. Ну чай-то с имбирем хоть раз, хоть кто-то ведь пил. Конечно, все пили. Кто суши ел, да, и даже маринованный-то как он, да, обрабатывает полость, ты же чувствуешь все это дело? Соответственно, он точно так же усиливает микроциркуляцию. И если вы наносите спрей, а у вас вспыхивает кожа, это не аллергическая реакция, это сосудистая реакция, которая происходит под влиянием воздействия не алоэ, да, которого там большое количество, он наоборот ее со временем гасит, а растительные компоненты, дистилляты, которые находятся вместе с алоэ в составе этого спрея. Потому что сухая кожа, у нее очень ослабленная микроциркуляция, трофика кожных покровов очень низкая. Особенно это касается женщин, потому что у мужчин как раз трофика кожных покровов более активная, микроциркуляция крови и лимфы, она же с вами кожа ленива. Именно по этой причине, девочки, я вам всегда говорю, спрей-скорая помощь вместе с обычными тониками, алоэ или из линии антивозрастной, да, вы можете использовать для того, чтобы сделать вашу кожу более сияющей, чтобы румянец, который, собственно, с возрастом куда-то девается, да, в школе мы же всегда вспыхивали сразу пылающими щечками, когда там посмотрели на мальчиков или мальчики нам отвешивали комплименты, ну или еще что-нибудь отвешивали. Ну так или иначе, да, все равно была реакция. А в зрелом-то возрасте мы же перестаем таким образом реагировать, это же не потому, что мы стыд потеряли, а потому что нет уже такой сосудистой реакции, нет таких всплесков гормонов, да, которые регулируют эти реакции. Хотите вернуть эти щечки натуральную, как говорится, натуральный румянец? Это спрей-скорая помощь. Вот, собственно, да, в одном флаконе под зарядка красоты. Вы можете использовать этот спрей в качестве, напоминаю, компрессов для глаз. Если находитесь в помещениях с искусственным светом, вот опять же, перелеты, да, переезды какие-то, глазки устали, компьютер, смачиваем ватные диски, кладем в пакетики. Сейчас очень много продается пакетиков, да, вот куда бижутерию убирают, они с защитой, с клипсами, с такими. Вытащили уже готовые, не надо картошку тереть, не надо огурцы тереть. Вытащили два диска, наложили, 10 минут отдохнули, все, окологлазная мышца отдыхает. Девочки мои дорогие, 20-30 тысяч моргательных движений в течение дня. Оно ослабляет и кожу в том числе, потому что мышца, да, ослабляется. Вот для того, чтобы иметь более красивый, более отдохнувший взгляд, возьмите на вооружение данный продукт. Я уже не говорю о том, что спрей можно использовать. Вот смотрите, сейчас, ну, конечно, период, когда у нас свои овощи, да, фруктов много достаточно. Мы это все применяем, принимаем, и нам хватает и микроэлементов. Но если вы еще и белок правильно употребляете, да, потому что если кто-то вегетарианец, нужна все-таки защита белковая какая-то другая, да, дополнительная, растительная. Но тем не менее, осенний-зимний период у нас волосяные фолликулы начнут недополучать и строительных элементов, и микроэлементов. Если бы сбалансировать свое питание так, чтобы наш организм ежедневно получал абсолютно необходимое количество микроэлементов, витаминов и минералов, наш рацион составлял бы 3,5 тысячи килокалорий. Да нас каждого бы просто ожидало ожирение первого типа, если бы мы питались, да, вот таким количеством калорийной пищи. Соответственно, не забывайте о тех дополнительных биологически активных добавках, которые помогают, да, нам питать наш организм изнутри волосяные фолликулы. Но мы можем своим волосяным фолликулам помочь с помощью спрея. Вы можете наносить этот спрей, поскольку у него есть пленкообразующие такие возможности на коже. Ну, летом можно было вообще его самостоятельно применять, без крема, не закрывая. Но для того, чтобы не было эффекта на бриолининых волос, во-первых, по проборам втираем в кожу. Лучше это делать на ночь, если утром мы моем голову. То есть непосредственно перед мытьем он просто не успеет поработать, да. Но если вы хотите для поддержания, я не говорю о аллопеции по мужскому типу, да, это все-таки гормонозависимое выпадение. Я говорю о диффузном выпадении стресс, диеты, посты, нагрузки психологические, которые через три месяца повлекут за собой выпадение волос. Волосы не выпадают, когда вы накануне психанули. На следующий день вы их не потеряете. Вы начнете их терять через месяца три-четыре. Да, поэтому лучше сразу, если уж психанули, как говорится, спрей, скорая помощь, втирать в кожу головы. Второй момент. Он все-таки, этот продукт помогает нам избежать проблемы, связанные с излишней сухостью кожи головы, образованием перхоти и сибореи. Сиборея это не перхоть, это сало течения. Да, это изменение химического состава кожного жира. Особенно у кого в пище преобладают углеводы. Углеводы как раз делают кожу более жирную и лицо, и кожу головы. А жир это идеальная среда для грибков и бактерий. Грибки у нас всегда на голове живут. И если нет сдерживающей какой-то флоры правильной, то тогда у нас начинаются всевозможные проблемы. Здоровье кожных покровов, слизистых оболочек. Ну, я уже не рассказываю про простудные заболевания. Единственное, что всегда предупреждаю, если спрей используется для детей, для того, чтобы предотвратить заболевание горла, не брызгайте непосредственно на гланды. Иначе может быть спазм гортани. Брызгаем на щечки. Либо стаканчик, несколько впрысков, и начинаем постепенно. Ага, ребёночек просто полощет. Чем хорошо? Очень многие растворы для полоскания высушивают, наоборот, слизистые оболочки при регулярном применении. А здесь будет, наоборот, я вам говорила про плёнкообразование. Можно использовать. Ну, кстати, можно использовать и концентрат и спрей в качестве продуктов, которые могли бы использоваться в период гормонального старения для восстановления слизистых оболочек кожи интимных зон. Я думаю, что, в принципе, вам всё понятно, правильно? Если нужны будут комментарии, я вам скажу уже кулуар. Ну, вот, собственно, про этот концентрат я имею в виду. Да, он действительно может улучшать и облегчать состояние женщин, у которых генетически сухие и слизистые оболочки, да, где бы они ни были. И в то же время концентрат может использоваться как продукт, который в минуты близости даёт комфорт обоим партнерам. Есть такие, ну, как говорится, аспекты, да, нашей жизни. Это, ну, от этого никуда не уйти. Просто имейте в виду, да, что концентрат, поскольку он ойл-фри, он обезжиренный, да, он может использоваться как публикатор. Крем с прополисом – это бестселлер зимней защиты в условиях Сибири, резкоконтинентальных, да, всевозможных всплесков, низких температур, холода, когда кожа страдает. Крем с прополисом может использоваться как крем зимней защиты, даже если ваша кожа не сухая. Я не говорю уже о восстановлении повреждённой кожи вследствие обветривания, да, и каких-то других, там, контактов. Это может быть что-то натерли, да, какие-то потертости, это может быть, как говорят, цыпки у деток. Это прополис – природный антибиотик, и он позволяет нам восстанавливать здоровье нашей кожи, возвращая ей защитные силы, да, облегчая, опять же, благодаря пчелиному воску, сквалану. Сквалану – это как аналог кожного жира. Когда собственного не хватает, идёт лёгкое обволакивание кожи. Сквалан белья – это как аналог.